Миша 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 заплакала в голос. Не плачь, детка, давай отнесем его домой. Матери-то, наверное, нету. Надо за ней быстрее ехать. Я сию минуту гнидого запрягу, приговаривал дед Назар, осторожно поднимая Мишу на руки. Миша поморщился и заплакал от боли. Его худенькие ручки бессильно свисали вниз. Лежа дома на лавке, застеленной дерюшкой, Миша продолжал тихо и жалобно плакать. Нюрочка гладила его по грязной щеке, по влажным от пота волосам и тоже плакала от жалости к брату. Бабушка вначале запричитала о случившемся несчастье, а потом, не имея сил встать со своей кровати, подняла руки и просила Бога. Господи, ты наш врач и исцелитель, помилуй сиротку. Наконец Миша уснул. Дыхание его стало ровным, и только изредка во сне он вздрагивал и схлипывал. Нюрочка сидела, прислонившись спиной к лавке, боясь разбудить брата. Прошло часа два, когда в синях послышались тихие шаги, и в избу вошла мама. Как же так получилось, деточка? Почти шепотом спросила она дочку. Мама нежно провела рукой по щеке Миши. Он застонал и открыл глаза, но, похоже, не видел ничего вокруг. Бабушка Ивановна сказала маме, Варя, надо срочно везти Мишеньку к врачу. Пока Назар не распряг коня, попроси, пусть в район вас свезет, в больницу. И то правда, отозвалась мама, побегу. Вскоре мама вернулась и с Мишей на руках вышла из избы. Нюрочка, забежав вперед, открыла калитку и робко спросила. Мама, а можно мне с тобой? Нет, дочка, тебе нельзя, будь дома. Мама. Тихо плача, Нюрочка смотрела вслед удалявшиеся повозки. Ее большие карие глаза наполнились слезами. Вернувшись в избу, она легла на лавку и крепко заснула. Разбудил ее скрип двери. Это вернулись из больницы мама с Мишей. Нюрочка вскочила. Уложив стонущего сына на лавку, мама присела рядом и принялась по просьбе бабушки подробно рассказывать о поездке в больницу. Затаив дыхание и стараясь не пропустить ни слова, слушала ее Нюрочка. Из маминого рассказа она поняла, что Миша серьезно повредил позвоночник и теперь не надо ждать хорошего. Мама плакала и вытирала слезы ситцевым платком, который она сняла с головы. Ну не убивайся, Варвара, помолись Богу, доверься ему, утешала ее бабушка. Потом они вместе молились, и мама перестала плакать. С того страшного, незабываемого дня прошло много времени. Миша продолжал болеть, хотя постепенно встал на ноги. Ходил он медленно, бегать не мог, был очень худеньким и почти не рос. На бледном лице особо выделялись большие темно-карие глаза, как две яркие звездочки. В них было не детское выражение грусти и рассудительности. Миша был серьезным и разговаривал очень хорошо, не так, как его ровесники, которые шепелявили и не выговаривали многих слов. Однажды, ведя по улице Мишу за руку, Нюрочка услышала насмешливый голос из-за высокого плетня. «Богомольная идет со своим горбатым братцем!» Нюрочка догадалась, что это говорят о них с Мишей. «Но почему горбатый? Ведь Миша хороший, милый, добрый!» Она внимательно посмотрела на брата. Да, в его щупленькой фигурке все как-то не так. Плечи смотрятся неестественно разно, одно чуть выше другого. Шея казалась короткой, худенькие ручки висели вдоль тела, как плёточки. А Нюрочка, несмотря на это, любит Мишу больше всех на свете, жалеет его и отдает ему все лучшее. Она даже не обращает внимания на его недостатки, зато видит внимательные и добрые доверчивые глаза брата, видит его любовь и знает, что нужна ему. Нюрочка всегда будет заботиться о нем и никогда не оставит его в беде. Однажды к Нюрочкиной маме приехала из города родственница, которую мама называла няня Аленка. Увидев Мишу, она сразу же сказала, Варя, что ты сидишь, чего ждешь? Мальчонка ведь у тебя того, ну глянь внимательно. Мама с грустью посмотрела на Мишу и ласково провела рукой по его волосам. Няня Аленка продолжала. Давай поедем ко мне в Харьков, я вас сведу к доктору. Он уже не молодой, хороший, говорят умный, а смотрит Мишу и скажет, как его полечить. Мама согласилась. Была осень, работы в колхозе поубавилось и можно было отпроситься на день-два. Мама сшила Миша новую рубаху из полосатой материи и штаны из своей старой юбки. Нюрочка не могла налюбоваться на своего новенького братика. Одежды у них было мало. У самой Нюрочки имелась только старая, много раз латаная юбка неопределенного цвета и уже мала ей застиранная кофточка. Обуви на лето не было вообще. С ранней весны, как только сходил снег, и до глубокой осени ходили босиком. А сейчас у Миши были даже дерматиновые тапки, которые купила ему мамина няня Аленка. Снова Нюрочка со слезами на глазах провожала брата с мамой. На железнодорожную станцию их отвез дед Назар. Через три дня, которые Нюрочка провела дома с бабушкой в тоске и слезах, вернулись мама с малышей. Мама рассказывала бабушке о поездке, а Нюрочка, обняв обессилевшего спящего брата, внимательно слушала маму. «Больница там, тетя, огромная», — говорила она тихим печальным голосом. Коридор широкий, лавки около кабинетов и людей много. Нас няня Аленка записала заранее, вызвала медсестра по фамилии, заходим в кабинет, а там доктор сидит в белом халате, очки круглые, а сам старый уже. Нюрочка, глядя на маму влажными глазами, не пропускала ни слова, она живо представила себе и старого дедушку доктора, и круглые стекла его очков. Так вот, продолжала мама, негромко и не спеша. Поздоровался он, расспросил, откуда мы и что болит. Я ж ему все и рассказала. Потом он говорит, а ну, мальчик, пробеги в тот угол. А как он, горемычный, побежит, если он и ходит-то плохо? Вот пошел сынок и ножку тянет. Доктор внимательно так посмотрел и говорит мне, запомни, мамаша, не жилец он на этом свете. А Миша повернулся к доктору и спрашивает. Дедушка, а что, я умру? Доктор удивленно так посмотрел на него. Он не думал, что Миша все понимает, он же у нас умненький. Надо бы этому дедушке язык не распускать. Это так доктор сказал о себе, а мне потом уже наедине добавил, что долго сынок не проживет, и горб у него растет на спине. Нюрочка вздохнула и громко всхлипнула, представив своего братика согнутым, с большим горбом и длинной палкой. Она недавно видела, как такой горбатый старик проходил по их улице. Ой, да что ж я при ребенке-то все рассказываю? Виновата спохватилась мама. Шла бы ты на улицу, Нюра, зачем тебе это все знать? Мала еще. Я уже большая, тихо сказала Нюрочка. Ну ладно, наверное так, согласилась мама и продолжала. Не буду больше мучить Мишу поездками. Он так уморился в поезде, да и по городу в трамвае. И денег у меня нет. Потратила все, что было. Больше Мишу к врачам не возили. Он стал немного лучше ходить, но оставался маленьким, худеньким. Бегать и прыгать, как его сверстники, он не мог. А на спине у него постепенно начал все больше выделяться бугорок горба. Задумчиво и как-то не по-детски смотрел он наиграющих на выгоне ребят. Мальчики постарше часто обзывали его горбатым сиротой. Нюрочке жалко было брата. Молча вытирая с глаз слезы, она брала Мишу на руки и уводила домой. А он, казалось, и не обращал внимания на оскорбление. Миша мог часами наблюдать за голубями, парящими в голубом небе. Или, подозвав Нюрочку, показывал ей муравьев, несших травинку в несколько раз больше их самих. Или, сорвав цветок чайной ромашки, он долго и внимательно рассматривал лепестки, улыбался, о чем-то сосредоточенно раздумывая. — Нюра, Нюрочка, посмотри, какой красивый цветок! Это его бог создал! — Ну и цветок! Это же бурьян! Что в нем особенного? — удивлялась Нюрочка. Однажды она слышала, как соседка говорила маме. — Странный он у вас, как будто знает то, чего я не знаю. Вроде как не от мира сего. — Да, — согласилась мама, — я и сама его не всегда понимаю. — Что значит «не от мира сего» Нюрочка не знала и спросила у мамы. Так, доченька, неверующие люди говорят, а мы, дети Божии, знаем, что все будем у Господа на небе. Кто-то раньше, кто-то чуть позже. А Миша наш уже сейчас как будто не здесь на земле живет. Он так любит о небе слушать, о Христе, об ангелах. Да, Нюрочка это знала. Часто зимними вечерами мама садилась за машинку шить. Миша, лежа на деревянном низком топчанчике, специально сделанном для него, расспрашивал маму о небе. Ему хотелось знать, как там живут верующие, которых Господь забрал к себе. Однажды Миша сильно заболел. Лицо его было красным, губы сухими и потрескавшимися. Глаза горели лихорадочным огнем. Тонкие руки, лежавшие поверх ветхого одеяла, были горячими. Мама велела Нюрочке сидеть с братом, давать ему пить и сменять на лбу тряпку, смоченную в воде и уксусе. А сама ушла на работу. Бабушка тоже лежала в постели. Она была совсем слабой. Был ясный зимний день. Нюрочке хотелось пойти покататься с девочками на санках в лагу. Но оставить больного брата и бабушку она не могла. Миша засыпал. Потом просыпался. Звал Нюрочку. К вечеру температура у Миши спала и, казалось, ему стало лучше. Вернулась с работы мама. «Миша, сынок, ты уже выздоравливаешь, слава богу!» Обрадовалась она, кладя ему руку на лоб, а потом обратилась к Нюрочке. «Ну, как вы тут? Устала дочка?» Нюрочка рассказала, как прошел день, и спросила. «Мама, скажи, а почему наш Миша такой несчастный? Мало того, что у него горб, над ним ребята смеются и издеваются. Вот еще и так тяжело заболел. Его, наверное, бог не любит. Только я не могу понять, за что? Он ведь у нас такой добрый, хороший!» Мама взглянула на нее задумчиво и тихо, печально сказала. «Давай с тобой об этом поговорим. Мне нужно выполнить срочный заказ. Я буду шить и могу с тобой говорить». После скромного ужина и молитвы Нюрочка взобралась на печку, а мама, открыв швейную машинку, села за шитье. Ее машинка находилась рядом с Мишиным топчанчиком. Мама настроила керосиновую лампу и принялась за работу. Нюрочка, свесив голову с печки, наблюдала, как из-под лапки швейной машинки вытекает ткань. Как ровно ложится строчка. Мама шила платье. Она была хорошей швеей, или, как говорила бабушка, модисткой. Многие женщины делали маме заказы. Она шила красивые вещи, только для других. О себе и детям по необходимости перешивала из старого. Не на что было покупать материал. Мама шила и вела неторопливую беседу с Нюрочкой. Ее речь была полна спокойствием и уверенностью. «Нет, доченька, я с тобой не согласна, что Бог не любит Мишу. Наоборот, Он его очень и очень любит. Бог дал нашему Мишу доброе сердечко. Несмотря на свой физический недуг, он всем доволен, никогда не обижается, улыбается, как ангелок. Нам с тобой есть чему поучиться у него. А какой он умный! В его возрасте дети того не знают, что знает он, и откуда это у него?» Миша, казалось, спал. Было уже позднее время. Вдруг он открыл глаза и сказал. «Мама, посмотри, там!» Он указал своей худенькой рукой на дверь. «Там два дяди стоят, такие белые, и на меня смотрят». «Сынок, никого нет, ложись, спи спокойно», — ответила мама, не отрываясь от шитья. Сердце Нюрочки забилось от какого-то предчувствия. Она со страхом повернула голову к двери, но никого не увидела. «Нет, мама, там дяди стоят! Мне кажется, они меня хотят забрать!» Тихим, но настойчивым голосом проговорил Миша. «Ложись со мной, мама!» «Деточка, мне нужно работу закончить! Спи, родненький! Никто тебя не заберет!» Утешала его мама. «Спи!» Миша послушно закрыл глаза, и вскоре послышалось его спокойное и ровное дыхание. Мама продолжала шить, а Нюрочка смотрела, как ткань выплывает из-под иглы и ложится слой за слоем на небольшом столике машинки. Постепенно в ее глазах все начало расплываться, становиться непонятным, и она погрузилась в царство сновидений. Проснулась Нюрочка от ласковых прикосновений маминых рук. «Доченька, проснись! Уже пора вставать!» Нюрочка с трудом раскрыла веки, глядя непонимающим взглядом на маму. В маленькое окон запроникал тусклый свет. Значит, утро. На маминых глазах блестели слезы. «Миша умер!» Тихо и грустно сказала она. «Во сне умер!» Нюрочка окончательно проснулась от этих слов. «Так это вчера он видел ангелов», — догадалась она. «Они приходили, чтобы забрать его с собой, к Иисусу!» «Миша так любил небо!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok